Поступить в вуз после школы. Такое решение долгое время считалось самым правильным для престижной карьеры в будущем. Однако сейчас все большую популярность в России набирает среднепрофессиональное образование, коротко СПО. Это колледжи, училища и техникумы. В начале 2000-х годов до 80% детей уходили в вузы. Это была не очень хорошая ситуация и она приводила к тому, что уровень подготовки в вузах падал. Когда вы учите 50% лучших или когда вы учите почти всех. Сейчас ситуация опять качнулась в другую сторону. Если у нас по минимуму было 22% уходило в среднепрофессиональное образование, то сейчас 42%. Специалисты утверждают, на рынке труда выпускники техникумов имеют конкурентное преимущество перед выпускниками вузов. Обладая практическими навыками, они более мотивированы на прикладной труд. На рынке работодателей произошла смена представлений и тот примат диплома о высшем образовании, который имелся 10 лет назад, когда работодатель практически никакие другие дипломы, кроме высшего, не признавал и считал, что все остальное это неправильное какое-то образование, сейчас поменялся. Сейчас это жесткий, просто дефицит сложился за уже несколько десятилетий людей, которые умеют что-то делать реально, руками, как говорится. И предлагаются интересные места, хорошая заработная плата. Между тем, у СПО есть и слабые места, связанные с устаревшим учебным оборудованием. Проблема основная с материально-технической базой. Если мы готовим выпускника со среднепрофессионального образования для высокотехнологичных отраслей, то готовить его на базе, ну такой устаревшей, которая часто бывает в колледжах и техникумах или, ну так скажем, достаточно примитивной, это невозможно. В техникум можно поступить сразу после девятого класса. Прием проходит проще, не по итогам вступительных экзаменов, а на основании оценок школьного аттестата. Лидеры по популярности – фармацевтика, юриспруденция и педагогика. В среднем учеба в техникуме длится около трех с половиной лет. После чего ребята могут либо начать работать по специальности и попродолжить образование в УЗИ, обладая начальными практическими навыками. «Как думаете, что можно еще в начинку добавить, в варенье-то, помимо...»